Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим об общении, о том, как общаться с любым человеком на любые темы, чтобы общение было свободным. На самом деле это очень важная вещь. Общение – это растворитель любых проблем. То есть, когда мы общаемся, мы приходим к пониманию. И способность общаться на любые темы дает возможность человеку чувствовать себя свободным. Вот согласитесь, когда вы подходите к кому-то, и вдруг у вас как корм в горле, то есть вы не можете проговорить что-то, да, хотели бы что-то сказать, но оно как бы не идет из вас. Хотите познакомиться с кем-то, но общение как бы застреет, и вы чувствуете, что что-то не так. Или хотите сказать любимому человеку какие-то положительные, приятные слова о любви или о чем-то еще. То есть на самом деле можно говорить о чем угодно, как о хорошем, так и о плохом. И тут нету чего-то такого, что должно сдерживать. Почему я об этом говорю? Потому что когда человек может поговорить, он чувствует, что он, даже если у него плохо на душе, он может рассказать об этом, и наступает облегчение. Вот когда, например, к вам подходит близкий человек и рассказывает о том, что у него на душе, ему становится легче, вы можете выслушать его. Не комментировать, не как-то там даже не делать какие-то замечания по поводу его общения. Просто выслушать и подтвердить, сказать спасибо, что ты мне это рассказал. Вот здесь очень важный момент. То есть общение, когда люди действительно находятся в одном пространстве, и они чувствуют, что они могут поговорить, то есть что они готовы к общению. Вот это важный фактор. И тогда один начинает, который, ну скажем так, является в данном случае источником общения, он говорит о том, что он чувствует. То есть он не дает, как бы какие-то, ну не ставит себе преграды, да, а просто как бы как поток, это льется из него. И он говорит, говорит, говорит. И, соответственно, общение у него происходит естественно. То есть он не делает, ну скажем так, что-то такое, чтобы заставить себя общаться. А это он просто отдается этому потоку, который идет через него. И этот поток как бы льется, и дальше и дальше происходит. То есть попробуйте просто сделать это как практику. Вот подойти к человеку, с которым вы хотите поговорить, пообщаться, да, рассказать ему что-то. И почувствуйте этого человека как самого себя. То есть как будто вот вы в одном пространстве находитесь, как единое целое. И далее просто отдайте, дайте возможность вот словам выходить через вас. То есть чтобы это шло, а вы просто как осознание наблюдали за этим. Что происходит, как эти слова выходят через вас. И чувствовали этот поток. Вот понаблюдайте за собой, что происходит с вами, что происходит с телом. Да, возможно где-то будут появляться какие-то зажимы, будут включаться какие-то мысли, эмоции, что вас не поймут и так далее. Просто продолжайте. И это все уйдет. Когда я провожу человеку процессинг, то есть практику освобождения от негативных зарядов, то мы убираем вот эти вот вещи, которые мешают человеку общаться легко. То есть если, например, у него в жизни было подавленное общение, в детстве его подавляли, мешали ему общаться, говорили ему, что он не должен что-то говорить, и наказывали его за общение. Вот когда мы удаляем эти случаи, у человека вновь восстанавливается его вот эта способность к общению. То есть потому что часто нас подавляют. То есть говорят, ах ты сиди, не высовывайся, не надо там говорить. То есть это, ну как говорится, будешь тише там, ну то есть будет у тебя все хорошо. То есть человек как подавляют и не дают ему возможность высказаться, быть причиной. Бывает наоборот, человека как бы побужидают говорить, когда он этого не хочет. Это тоже такой важный момент. Человек должен сам созреть к общению. И поэтому, когда мы убираем вот эти эпизоды, они уходят, и у человека вновь восстанавливается его способность естественным образом общаться. То есть он теперь может общаться тогда, когда он хочет, на те темы, на которые он хочет. И самое главное, позволять другому общаться на любые темы, позволять себе общаться с самим собой или другим общаться в его присутствии. Это важные моменты, которые дают возможность человеку свободу. А когда человек свободен, он живет совершенно иначе. Вот такая свобода, она достигается за счет процессинга. То есть мы постепенно поднимаем человека из состояния, где ему общаться сложно, где он не может общаться, вывожу его в состояние, где он свободен в общении, когда у него появляется свобода общаться на любые темы, с кем угодно, и позволять другим общаться. Вот. И это происходит шаг за шагом. То есть процесс за процессом мы помогаем выйти из этого кокона, в который человек сам себя, по сути, поместил, и отгораживался от общения. И он раскрывает этот кокон и выходит наружу, и, соответственно, состояние улучшается, и он начинает общаться легко и свободно. Давайте, как обычно, сделаем небольшую практику. Можете закрыть глаза, почувствовать пространство, себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве, и почувствовать, вот, как вы общаетесь с другим человеком, с любым, с которым вам хочется пообщаться, как этот процесс общения течет. И какие-то вещи, допустим, происходят, что-то вы чувствуете, да, может быть, какие-то, может включаться зажимы, что-то такое мешать вашему общению. Просто прочувствуйте это. Вот, какие вещи включаются у вас, что мешает общению, какие потоки, да, происходят. И, возможно, эти вещи, которые вот как раз включаются, придут какие-то случаи, которые, ну, скажем так, связаны с этими зажимами, с этими запретами общения. Потом, когда этот случай пришел, вернитесь в этот случай, и, как бы, просмотрите его, перепроживите, вот, так, как вы это можете, насколько это возможно, насколько это вам откроется. И почувствуйте эту энергию, которая там, в этом случае, заперта, как она возвращается к вам. То есть, как вы получаете эту энергию назад, к себе, как чувствуете ее снова, что она с вами. Вот, и когда эта энергия к вам вернулась, когда вы почувствовали, что она вновь пришла к вам, так же вы можете сделать с другим случаем, который тоже было, там, где было какое-то подавленное, обесцененное общение, запреты в отношении общения, там, где общение нарушалось. Так, верните себе эту энергию. Вот. И когда вы почувствуете, что, вот, вернули себе достаточно энергии, не осталось на данный момент каких-то случаев, которые мешают вам, вот, открыто пообщаться с человеком, завершите этот процесс, да, поблагодарите себя и пространство, наполните его энергией, любви. Вот. И потом, когда это закончили, просто подойдите уже и пообщайтесь с этим человеком в реальности. И вы почувствуете, что общаться гораздо легче и приятнее теперь. После того, как сделаете эту практику, запишите ваше наблюдение, что у вас как получилось, и можете написать или в комментариях к этому видео, или мне выслать личным сообщением. Мои контакты будут указаны под этим видео. И если что-то не получается, то тоже напишите мне, и мы проведем бесплатную консультацию, где я расскажу более полно о том, как можно восстановить свой потенциал общения, и не только общения, но и многих других, то есть восстановить свои исконные и истинные способности во многих вещах. То есть в решении проблем, способности справляться с изменениями, в том, чтобы не совершать проступки, не скрывать их, освобождение от фиксированных идей, и в целом состояние осознанности, чистоты, счастья, то есть состояние чистоты, в котором мы выходим в результате процессинга. Это достижимо, и это можно сделать, делая процессинг и улучшая свое состояние. Все это я смогу подробнее рассказать на бесплатной консультации, поэтому пишите мне, мои контакты указаны будут в описании к этому видео. Вот, а на сегодня мы будем заканчивать, и если это видео вам понравилось и было полезным, поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, колокольчик для напоминания о новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно, и, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях, пусть они тоже посмотрят его. Я вам желаю счастья, осознанности, радости, если захотите поддержать канал, то реквизиты также указаны в описании, и мои книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление», тоже ссылки в описании к этому видео. Можете их почитать и тоже написать ваши комментарии на сервисах, где они размещены. Вот, мы увидимся с вами совсем скоро, завтра будет следующее видео, а сейчас посмотрите эти видео, которые появились на вашем экране, они тоже о процессинге и очень интересны. И, конечно, посетите мой сайт, он тоже на вашем экране, там очень много полезной и важной информации. Вам счастья, осознанности, и до скорой встречи!